Здравствуйте, наши уважаемые зрители! В эфире программа «Подмосковные вечера» и в нашей дачной беседке я, ведущая Кира Залевская, и наш гость, народный артист России Сергей Захаров. Здравствуйте, Сергей Георгиевич! Здравствуйте, очень приятно, у вас тут птички поют, атмосфера такая дачная, люблю дачу. Про дачу мы с вами тогда обязательно сегодня поговорим, но для начала мне хотелось бы узнать, что сейчас происходит в жизни народного артиста России Сергея Захарова? Очень многое происходит, ну, во-первых, непрекращающиеся гастроли и по России, и в моей любимой Англии, и в Израиле, и в Америке, ну, обычный набор, так сказать, наш артистический, для тех, кто работает живьем и иначе себя не мыслит. Таких, к сожалению, в России очень мало, но это, опять же, попозже, да? Что касается непосредственно работы, это загруженность студии, на которой я выпускаю компакт-диски, в среднем по три в год, их почти не бывает, к сожалению, в продаже в России, они все уходят целевым потоком за рубеж, по многим причинам. Вы опередили мой вопрос, почему? Нет заказов. На ваш взгляд, почему это происходит? В России нет заказов, а из-за границы заказы поступают. Ну, видимо, экономическая причина, потому что наша публика, моя в частности публика, по всей видимости, относится к публике культурного развития постсоветского, да? Да? Либо советского, либо нашего юного. Ну, все, что было в юности, то любо, да? Вот. А они, как обычно, или не имеют этих приборов под названием лазерные проигрыватели, либо не имеют денег на то, чтобы приобретать их, да еще потом дорогущие 70 рублей, даже в самом дешевом варианте. Поэтому в России в основном продаются кассеты огромными тиражами, а все компакт-диски выходят на Запад с Божьей помощью. Вот вы сейчас таким одним коротким стрихом обрисовали ту самую публику, которая ходит на вас, которая вас слушает, которая вас любит. Не только на меня. Почему? На всех нас, оставшихся с прежних времен и активно работающих, а мы будем активно работать до тех пор, пока публика наша будет жива. Пока эти поколения еще есть. Наше поколение чуть младше и старше, и так до самой старости. Ну, вот если мы говорим о том, что было в молодости, то любо, но в жизни артиста происходит изменение, как-то видоизменяется творчество. Конечно. Ведь не исполняется же только то, что было вот тогда. Нет, нет. Все диктует всего лишь возраст. Возраст и мироощущение. И, как понимаете, в силу возраста меня сейчас мало волнуют уже юношеские страсти под луной или где-либо, а более серьезные, более философские, обобщенные проблемы. И многие ответы на них я нахожу и вижу и в опере, и в опереть, и в романсах в частности. И поскольку мужская часть романсового наследия очень мощная и очень драматичная, и она существует, а в отличие от женской части, более такой романтизированной, ну, вышивание, да, завышивание. А драматическая вся она сконцентрирована в мужской части наследия романсового. То, слава богу, петь есть что. И этот кладезь не исчерпаем. Программ очень много, все они пользуются огромным успехом. А сейчас добавился еще большой пласт русской песни. Так что мне это очень приятно. Доходит все-таки до людей этот материал как-то? Я знаю, был такой замечательный опыт киноработы, фильм о небесных ласточках. Наверное, сейчас сложно увидеть человека, который бы не смотрел этого фильма. И все же, вот, наверное, на этом фильме кинодеятельность прекратилась? Или она как-то продолжалась? Нет, она прекратилась. Почему? Причем она прекратилась по убеждению. Я был совершенно уверен, что лучше этого фильма никто не снимет. В моем образе, в моем смысле. Поэтому я сделал совершенно категорический вывод. Что нужно остаться хотя бы в одном фильме, но здорово. Чтобы это представление об этом артисте, об этом герое, адекватным артисту осталось. Это как вот у Лемешева, как она называлась история с Лемешевым. То же самое, видимо, и здесь. Один фильм, который остается в памяти и в последующих впечатлениях следующих поколений. А вот разрушить его было бы очень легко. Потому что предложения были однотипные. Как вот у Миши Боярского, извините, я его называю Мишей, потому что мы почти ровесники и рядом живем. Практически однотипные роли. Как он появился, за исключением небольших уходов в соцреализм. В основном рыцарские. Но он драматический актер. Он хороший актер. Настоящий. И это у него получается здорово. Но даже в его случае эксплуатируется одна и та же краска. Что же говорить тогда обо мне? О певце, который... Это его основная профессия, нежели актерская, драматическая. Конечно, получился фильм. И слава тебе, Господи, лишь бы не испортить. И коли он до сих пор смотрится, звучат песни из него. И он сам выпускается все время на видео. И показывается по теле. Ну и слава Богу. Слава Богу. Но насколько я помню, вот тот период жизни, да, это был... Вот можно с этим фильмом соотнести такой апогей славы? Или все же нет? Можно, да. Вполне. Ну, если мы заговорили о апогее, все-таки, хотя я осознаю, что очень много написано, очень много сказано о том периоде, который был до этого фильма, как Сергей Захаров стал известен. И все же, и все же. Давайте вспомним, что было. Потому что одно время много писали о вас, вы много появлялись на экране. Сейчас, к моему огромному сожалению, все меньше и меньше. Значит, могу сказать совершенно определенностью, что культурная жизнь в России... Москва — это не Россия. Как Нью-Йорк — это не Америка. Это совершенно другая субстанция. Королев, Подлипки, мне хорошо знакомы, Тюратам. Я сам родом, не родом, вернее, а более 15 лет прожил в Тюратаме. Сюда мы все время оттуда приземлялись, прилетались. Это структура мне известна. Это имеется в виду жизнь на Байконуре. Так точно. Структура мне известна. Я знаю, кто здесь живет, помимо других производств. Я знаю, насколько наукоемкая и мощная здесь структура. И я с огромным уважением отношусь к жителям Королева. И замечательно, что его переименовали. Потому что Королев действительно вошел с золотыми буквами в историю. А Калинин буквами, но не золотыми. И мне кажется, что больше нужно ценить ту часть публики, которая дала славу городу, например, Королеву. Славу советской науке. Славу советскому учительству. Славу теперь российскому. Потому что лучшие учителя, лучшие директора школ, лучшие, наиболее продвинутые специалисты во всех областях совершенно безболезненно перешли в новые области знаний и труда, и творчества, и так далее. Вот как раз интеллигенция, как раз тот социальный слой, который мы привыкли относить к интеллигенции, он довольно широкий, и есть моя публика. И работаю я для нее, и живу для нее, и существую для нее. Поскольку она, несмотря на свою огромную численность в целом по России, получает самое наименьшее внимание со стороны средств массовой информации. Понятно почему. Неплатежеспособный социальный слой. Мне заставляет огромное удовольствие работать для своей публики. И поэтому свое эстрадное прошлое я воспринимаю и вспоминаю, ну так, с приятной улыбкой. Ну было. Пока, когда я был молодой, это было. Но это не есть какая-то заметная часть в моем творчестве. Основная часть творчества, вот уже на протяжении 15 лет, я повторяюсь, это опера, это оперета, это русская песня, это русский романс. То, что не входит в телевизионные интересы, как бы так. Поэтому мне здесь очень сложно. Вы все концентрируете в том, что вот вас все реже и реже по телевизору, и это плохо. А я концентрирую все на том, что у меня все больше и больше концертов. И это хорошо, потому что телевидение смотрит все меньше и меньше. И все-таки я задам такой достаточно типичный вопрос. Вернее, скажем, я его повторю. В любом случае, когда человек узнаваем, узнаваем уже на протяжении многих лет, все равно хочется понять, как же он к этому пришел, к такому результату. И поэтому я все еще возвращаюсь в прошлое. Достаточно известны такие факты вашей биографии, да, что вот не готовили вы себя к артистической карьере. Ну, давайте так, если я не права, вы меня поправите. Я готовил с пяти лет себя к артистической карьере. Я уже в четыре с половиной года знал совершенно точно. Вы не были в интернете, на моем сайте. Там все, там 37 статей, там все хорошо описано. Вот как раз давайте тогда восполним этот пробел, потому что, готовясь к нашей встрече, я пересмотрела достаточно большое количество информации о вас. И в большинстве источников как раз написано о том, что Сергей не готовился к артистической карьере. И тем более тогда давайте это все восполним. Чушь, абсолютная чушь. И эти статьи я не печатаю на своем сайте, они насквозь неправдивы. И эти люди со мной не встречались и не говорили. Поскольку у нас появилась такая прекрасная возможность для личной встречи. Да, у кого есть компьютеры, пожалуйста, www.sergey-zacharov.ru. Там же можно написать письмо, а там есть адрес почты. Я с удовольствием отвечаю. И мы переписываемся со многими своими болельщиками. Слово поклонник я категорически не переношу. Вот берем из спорта, поскольку у меня юность спортивная. Что касается моей работы, с 4,5 лет я мечтал быть певцом, таким как Георг Котц, таким как Гмыря, как Соловьяненко. Ну, такая мечта очень. Но никак не эстрадные певцы меня прещали. И я пел весь репертуар, который тогда был доступен Георга Отца, либо Гмыри, ну, по-детски, там, с 5-ти летнего возраста. И учитывая, что я в 4 года начал читать, а в 6 я уже читал Вальтера Скотта, а в 7-8 Джека Лондона, то понятно, да, Хемингуэя, а в 10-3 Марк, понятно, да, как мы росли и на чем воспитывали. А кто занимался Вашим воспитанием, отец или мама? Были две бабушки такие, старенькие библиотекарши в нашем дворе. Тогда детство было бесконечно долгое, как и у всех. И вот в этом дворе, где отец служил, а мы жили, там были соседки, две старенькие библиотекарши. Им было уже тогда лет по 70. И вот они этого бедного мальчишку мучили тем, что заставляли учить буквы, читать и так дальше. И он бесконечно благодарен этим замечательным двум женщинам, потому что все, что я умею, это, в общем, трансформация того, что я прочел в юности и в молодости, да и по сию пору. И поэтому я к этому шел. Я с 16 лет работаю после спортивной карьеры, закончившейся плачевно в 16 лет. Футбольной? Футбольной. У меня оба менеска полетели на коленях. Я уже не мог играть. И я сразу пошел в военный ансамбль по месту новой службы отца. Был в хоре сначала. То есть это в Казахстане или в Николае? Уже в Казахстане, да. Был сначала в хоре военном, а потом стал солистом. Через два месяца пел замечательную песню под названием «Мы ракетные войска, нам любая цель близка». Благополучно забывал тексты, как по сию пору. И вместо каких-нибудь замечательных хвалебных слов в сторону наших замечательных ракет, я пел «Наши толстые ракеты, наши красные ракеты гордо смотрят в облака». Эта песня мне врезалась на всю жизнь. Ну, а потом, после армии, я там отслужил соответствующий срок, два года, а потом, после армии, я сразу же поступил в Гнесинское училище на отделение музыкальной комедии, то бишь на отделение, где готовят синтетических актеров, которые умеют танцевать, знают основы драматургического игры, петь. В общем, всего понемножку и, в общем, плохо. Потому что все понемножку. Через два года, получив азы сценического мастерства, я перешел в институт на вокальное отделение. Там же, выше этажом, в Гнесинке. Вы пропустили замечательную встречу с Утесовым? Нет, почему я пропустил? Я как раз, как только я перешел в институт, Утесов пригласил меня к себе на работу, в оркестр. И он сыграл, кстати, очень нехорошую, на мой взгляд, роль в моей жизни, потому что он хотел, чтобы все жили так, как он жил в свое время. То есть он сказал просто, вот смотри, я народный артист Советского Союза, меня знает каждая собака и кошка. Но я никаких университетов и институтов не кончал. Поэтому не нужно тебе это образование, а вот я тебе сделаю все. Ты поедешь с моим оркестром. Он не хотел, чтобы вы учились. Да. И он предлагал, ну, Утесов, да. Ну что, 21 год. И 23 уже, 22 с половиной. И я бросил институт, к сожалению, к несчастью, и ушел к нему работать. Но это было ужасное время. Это были поездки по захолустьям. Он сам не ездил. Это было со взрослыми дядьками-музыкантами. Ну, вы представляете, что там происходило. Жили в разных цирковых гостиницах. Это ужасно вспоминать. Да и практически полгода были выброшены из жизни. Но зараза вот эта сценическая уже влезла настолько, что назад меня не взяли в институт после полугодового прогула. Понимаете? Отчислили. И тут некуда деваться. И тут приехал Ленинградский мюзик-холл государственный. Я пришел от нечего делать на этот спектакль. Ну, по тем временам это был один из самых лучших коллективов музыкальных вообще в Европе. После Фридерштадт-Паласа. Имеется в виду Европа наша часть. Но это действительно Рахлин в первый день знакомства вас пригласил работать? А я пришел, я прямо после спектакля пришел на прослушивание. Прямо после спектакля. Пришел за кулисы и говорю, я хочу у вас работать. А он говорит, ну хочешь, иди на сцену и пой, мы послушаем. Я спел пару песен с пианистом, сразу без подготовки. Пианист был замечательный, Семен Липкович. И все, он сказал, ну что, едем в Ленинград. Ну, чего и требовалось. Надо было где-то жить, пристраиваться. Понимаете, семья во Владимире, я в Москве. Без средств существования, без учебы, без ничего. Ну, все плачевно. Благодаря Утесову все очень плачевно. И я уехал в Крахлину. То есть от одного Карабаса-Барабаса я уехал к другому. Но ведь, насколько я понимаю, была какая-то ситуация соперничества между Утесовым и Рахлиным. Да, у них было большое соперничество, потому что у Утесова музык-холл не получился. А у Рахлина получился. И уже это была большая ревность. И он сказал, ну хорошо. Брату моему сказал, хорошо. Вы меня еще вспомните. И эта угроза не заставила себя долго ждать. Пошли статьи некой ужовой в советской культуре, всякие пакостные. Но они были настолько пакостные, что даже те, кто надзирал за культурой, не обратили на них никакого внимания. То есть моя карьера продолжалась, ни в чем не погибнув. Ну и всевозможные гастроли за границей, постоянно и самостоятельно, и с коллективом. С небольшим перерывом я проработал в музык-холле до 85-го года. И с 86-го года я на своих хлебах. То есть уже сколько? 16 лет. Правильно я посчитал? Потом был Золотой Орфей, потом был Сопот. Это в 74-м. Это как раз как только я пришел в музык-холл. То есть это во время работы в музык-холле? Как только пришел в музык-холл. Сразу был Сопот и потом Золотой Орфей. То есть это благодаря тому, что вы работали в музык-холле, благодаря Рахлину? Или это происходило как-то параллельно? Благодаря тому, что музык-холл – это центральная сцена России. И для того, чтобы отобрать достойного человека на конкурсы, фестивали, очень престижные в то время, для этого нужно было появляться на площадках сценических, куда ходит власть придержащей. Вот мы сейчас поговорили об основных этапах творческой жизни. Но насколько я понимаю, в Казахстане произошло еще очень важное событие в вашей жизни. Причем для нашего современного какого-то сумасшедшего бытия момент такой удивительный, я бы сказала. Я говорю о том, что вы, будучи 17-летним, насколько я понимаю, да, женились на девушке, тогда 16-летний, но благо законы Казахской Республики это позволяли. И до сих пор это ваша жена, до сих пор вы живете, у вас есть дочь, внучка. Два внука, внучка и внук. Да, уже два, да, уже двое. И этот брак продолжается на протяжении многих лет. 34 года. И это вообще для нашей, это просто такая потрясающая цифра, для нашей современной жизни. Это достаточно такой срок, а уж тем более для эстрады. Вот я должен вас обрадовать, вот в моем кругу, моего возраста, моих крепких, моего крепкого фундамента, да, крепко стоящего на ногах человека, мужчины, это очень частое явление. Я знаю много, да, вот куда далеко ходить, вон мой пианист, тоже, наверное, лет, сколько ты уже там, столько же приблизительно, тоже в одной семье. Так что на самом деле их много, просто вы в силу молодого возраста не встречаетесь с Ниле. На самом деле много. Много, и у нас даже существует нечто вроде клуба из замечательных семей, которые уже, я знаю, со мной дружат люди уже по 50, по 55 лет вместе, а не, правда, других профессий, переводчики, инженеры, строители. По 55, по 60 есть вместе. Вместе. Вы понимаете? Так что на самом деле это вообще очень довольно распространено. Может быть, я просто, правда, не знаю, я мало обращаю внимания на молодежные проблемы, может быть, это сейчас редкость, а мне просто нечего вам сказать. Но в нашем кругу это правило, нежели исключение. Ну, я, конечно, говорила об артистической среде, где вот, увы, сейчас почему-то вот браки распадаются и вновь заключаются. Я вас уверяю, что если бы у нас была артистическая семья, она бы тоже распалась многократно. А чем занимается ваша жена? У нее очень тяжелая работа, она женой работает. Это тяжелый труд, огромный, она вообще хозяйка, она такая солтычиха у меня. То есть это тыл, это поддержка? Ну, все, да, все. Мое призвание ходить на охоту и приносить мамонты. Мое призвание поддерживать огонь и этого мамонта, значит, употреблять для продолжения жизнедеятельности. А на самом деле, действительно, на ней висит большая часть нагрузки. И работу, которую она выполняет, многократно ценнее моей. Просто я что-то приношу материальное, а все остальное делает она. Хорошо. Тогда я немножечко конкретизирую свой вопрос. Какие качества вашей супруги помогают сохранению этого брака? Тех качеств, которых нет у меня. Какие? Ну, тебе надо у нее спросить. Я только совершенно твердо знаю, что она обладает теми качествами, которые я абсолютно лишен. Я непрактичный, непрагматик. Очень медленный. Очень по-славянски ленив. Созерцатель, мечтатель. Все делаю очень крайне медленно, но очень основательно. Я телец по гороскопу, все понятно, да? Венера, с одной стороны, Земля. Я такой вот упрямый, упорный, упрусь в проблему, я ее обязательно решу. Но это все делаю крайне медленно. Но упорно. А супруга у меня, наоборот, очень быстро. Очень быстро реагирует на раздражитель. Очень быстро все делает. Очень быстро приходят ей правильные мысли. И надо мной она только подсмеивается, что вот... И вздыхает, когда она уже минут сорок как одета. И в полной форме. Я только начинаю потихонечку обдумывать, что же мне надеть на этот спектакль пойти в этот театр. Или на этот званый ужин. Вот разные. И друг друга дополняем. У нее нет такой основательности, ну, проникновения в проблему до самой, там, не знаю, до зародыша проблемы, что ли, так. Она решает все быстро. Вот как, например, я убираю свой кабинет. Я могу убирать сутки. Я буду все раскладывать отовсюду. Все переберу. Где что лежит, надо запомнить. Все выложу. Потом опять положу назад. Потом еще раз проверю, что как. А как она? Быстро раз, 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 все раскидал и распихал. Сверху все брал. И потом я длительное время разбираюсь, где же у меня что. Но она это делает быстро и тщательно. У нее большое, большое хозяйство. Дом большой, земли много. Хвойников опять же куча огромная. Все возможные грядки, теплицы. Она очень хороший водитель. Она великолепно водит автомобиль. Она хорошая очень мать. Хорошая бабушка. Алла, правда. Ее все называют бабушкой. Слово у нас не звучит. Она очень молодо выглядит. Ей не идет это слово. И так я подозреваю, что скоро будет третий внук. Или внучка. Посмотрим. Но мы живем за городом. В городе я не живу уже 11 лет. Но у меня от города до студии. У меня студия в городе. 40 минут езды. Так что я как на работу ехал, уехал, уехал. Но семья Захаровых живет в доме под Санкт-Петербургом. Совершенно точно. А как называется место? Место на недельку до второго я уеду в Комарово. Есть такая песня. То есть это реальность? Действительно дом под Комарово. Комарово, Зеленогорск, Репино. Это один, там сложно сказать. Это один территориальный. Вернее, по регистрации это Зеленогорск. Тириоки. Это южная граница Финляндии. Это курорт. И самый южный курорт Финляндии. В котором зима длится 6-7 месяцев в году. То есть вы живете на зимнем курорте. Ну, летний он считался. Курорт Бомонда Тириоки, да. Нам приходится заканчивать программу, хотя это очень тяжело сделать. Наш гость, сегодняшний народный артист России Сергей Захаров, еще, я надеюсь, скажет вам наши уважаемые зрители несколько слов. И найдет, что пожелать. И как с вами попрощаться. А я желаю вам всего самого-самого доброго. Из нашей подмосковной дачной беседки. И до следующей встречи Кира Залевская. А теперь слово нашему гостю. Большое спасибо, Кира. Вы замечательная собеседница. Мне только жалко, что мало нам удалось поговорить. Всем жителям, и, конечно, прелестным жительницам, в первую очередь, Подмосковью. Она такая большая и красивая. Я желаю любви вечной, непроходящей. Будет любовь, все другое. Само собой появится. Ну, мужикам, что называется, оптимизма, твердости, крепости, веры в свои силы. И всем без исключения здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Следите за собой и любите друг друга. Живите спокойно и никуда не торопитесь. Желает вам народный артист России Сергей Захаров. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!